Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Олег Пеков в студии и со мной журналист Константин Рангс. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, добрый день. И наши традиционные встречи о климате, о погоде, о том, какие изменения происходят в наших климатических условиях. Ну и вот буквально только что прозвучал прогноз погоды в новостях на радиоболтком. И понятно, что многие, наверняка наши слушатели, удивляются тому, насколько тёплый октябрь, конец октября, то есть уже практически ноябрь на носу, а температура воздуха плюс 15, ну сопоставима даже с тем, что раньше и летом бывало 15 градусов. Ну это вообще очень интересная вещь, и метеорологи как раз говорят, что вот это пример того, как может меняться климат в Европе. Дело всё в том, что вот такая замечательная погода осенняя как раз благодаря циклонам. Вот мы привыкли, что циклоны всегда это холод и дождь. Весь вопрос, где циклон идёт, по какому маршруту. И если циклон достаточно мощный, если он идёт, его трасса, так скажем, с севернее нас проходит, то он засасывает тёплый воздух, он вращается же против часовой стрелки, и он засасывает тёплый воздух из региона Средиземноморья. И вот благодаря действию вот этого циклона, он мы как раз, и он был не один, их была целая череда, мы как раз и радуемся такой погоде. Правда, недолго нам осталось это делать, потому что в районе Северной Атлантики существует антициклон, кстати, который обычно повышенное давление зона. Мы привыкли, что это будет хорошая погода, да, солнце будет, но дело всё в том, что он-то вращается по часовой стрелке, и вот эти две шестерёнки климатических начнут засасывать, они уже засасывают холодный воздух Арктики, его бросят сюда, а здесь он столкнётся над нами с тёплым воздухом Средиземного моря, и начнутся мощные дожди. То есть, они уже могут, ожидается, что они будут завтра. Я хочу ещё раз отметить, что точность прогноза, она, как говорится, весьма относительная, ну, трое суток более-менее, поэтому можно сказать, что уже на следующей неделе точно будет прохладно, если даже не сказать холодно, чуть выше нуля. Но зато наступят периоды такой солнечной погоды. Надо сказать, что вообще нам очень повезло с погодой, потому что это у нас такая прекрасная осень. А вот, например, жители Каталонии, Италии, например, Лигурии, провинции Юга Франции с нами совсем не согласятся, потому что у них вот последнее время – это бесконечная череда очень сильных дождей, ливневых дождей, которые приводят к наводнениям и с человеческими жертвами. Вот самые последние данные, которые были, это в районе Жироны, человек погиб, он просто увидел, что резко на глазах повышается на улице в городе уровень воды, он решил переставить машину, его сбросило, сбило с ног водным потоком, это вот на улице, да, вот, и всё, и он погиб. Поэтому это очень такая тревожная вещь, и жители Средиземноморского региона в этом году к дождям относятся очень с большим подозрением. То есть, с одной стороны, засуха плохо, но когда вот не было-не было, а потом пришло, то вот этот потоп, он тоже приносит очень большие проблемы, большие беды, и тут и человеческие жертвы, и огромный экономический ущерб. Поэтому мы, в общем-то, можно сказать так, нам грешно жаловаться. Мы сидим пока что в довольно спокойном, тихом уголке земного шара. Насколько, кроме погодных каких-то условий, что ещё может повлиять на самочувствие людей, многие геомагнитно зависимые? Дело всё в том, что как-то последнюю неделю говорили о том, вообще-то регулярно говорят, что к Земле приближается очередная магнитная буря. Но надо сказать, что Солнце работает постоянно, оно постоянно выбрасывает потоки заряженных частиц, которые долетают до нашей Земли, если долетят они, потому что они могут улететь в самом разном направлении, не попасть в нас просто, да. Они возбуждают магнитное поле Земли, и вот начинается геомагнитная буря. Есть, да, есть мнение, что эти геомагнитные бури влияют на самочувствие людей, особенно на так называемых метеозависимых. В настоящее время действительно есть на Земле существует геомагнитный шторм, это нельзя назвать бурей. По классификации так называемый коэффициент К5 даже не добирается до К5, но, в общем, собственно говоря, это начальная стадия – малый геомагнитный шторм. Он уже, кстати, пошёл на убыль, поэтому можно сказать, что пугаться уже не надо, уже не надо, всё проходит. К примеру, хочу сказать, что бывали геомагнитные бури, вот когда, например, здесь, в Латвии, мы видели полярное сияние. Полярное сияние – индикатор вот этого прихода большого количества солнечных заряженных частиц. Вот когда у нас полярное сияние, вот тогда были бури К6, К7, предел, там К9, но К9 у нас не было за последние, по-моему, десятилетия. Но вот это действительно были очень сильные магнитные штормы. Ну, более всего, конечно, это действует на людей пожилых, на людей чувствительных, и этим людям нужно, конечно, когда есть такие предупреждения, на всякий случай от греха подальше, не перенагружаться, не волноваться, что очень важно, вот, и регулярно употреблять свои прописанные врачом лекарства. Вот банальность, но это помогает. Шапочки из фольги помогают. Ну, дело всё в том, что тогда нужно в себе не только шапочку, тогда нужно самому завернуться полностью в фольгу, но это для здоровья тоже не полезно. Так что лучше не нервничать и не перенапрягаться. Вот такой самый лучший будет результат. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы можете задавать вопросы. Константин Рангс, журналист, морской геолог, журналист, пишущий на научные темы очень активно в нашей студии. 2-3-0-6-1-9-1. Можно также оставлять ваши сообщения в WhatsApp. Да, мы вот поговорили о погоде, о геомагнитных бурях. Ну, и, наверное, перейдём, может быть, к делам насущным, к тому, что может взволновать публику по поводу тех, кто особенно ездит на автомобилях. Ну да, на этой неделе, конечно, уже было несколько событий информационных, связанных с экологией, в частности, с потенциальными изменениями в отношении налогообложения автомобилей с бензиновыми, дизельными, газовыми двигателями, то есть, двигателями внутреннего сгорания, цены на это топливо. И хотя пока что ясное дело, что это только разговоры и планы в перспективе к 2024 году повысить налоги, и об этом будут, конечно, ещё долго говорить, судить, редить. Но сам вот этот вот подход о том, что нужно выполнить европейские директивы, сделать это обязательно, он у многих людей вызывает большое, так скажем, большое подозрение и озабоченность. И даже гнев. Совершенно понятно, почему. Потому что ясное дело, что для людей высокообеспеченных, или, мягко говоря, богатых, они смогут себе позволить либо платить налоги на машины, если у них машины с двигателем внутреннего сгорания, либо купить хорошие, качественные электромобили. Они, что называется, с них не убудет. А вот масса людей, в том числе, как мы говорили на прошлой неделе, люди, например, сельские, которым нужен, извините меня, дизельный двигатель, дизельное топливо, люди малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды, которым действительно этот вид транспорта, и которые ездят не на самых новых машинах, вот эти люди как раз окажутся в положении проигравших. И мало того, что проигравших. Одно дело, если бы как бы все равномерно платили, но ведь ситуация, что может выронуться самым неприятным образом, когда произойдет расслоение общества, и машина станет предметом роскоши, а не средством передвижения. У нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы только что сказали, что в Латвии может наблюдаться старое сияние. Права ли я, что несколько лет назад в небе я действительно наблюдала какое-то явление, которому я нигде не нашла объяснения в прессе? Скажите, пожалуйста, вы были свидетелями такого явления здесь? Да, да, да. Действительно, северное сияние в Латвии наблюдать можно. Проще всего это делать, если вы находитесь на каком-то пустом месте подальше от города, или, например, на Юрмальском пляже, вот что очень хорошо, потому что северное сияние, они, естественно, со стороны севера. Это идеальное место вообще для наблюдения. И как раз я был тоже в Юрмале на пляже, и я видел вот это вот зеленоватое освещение. Оно было очень хорошо заметно. У меня где-то даже фотография есть. Его можно сфотографировать на смартфон. И это не такая большая редкость, как считается. Дело всё в том, что мы в городе просто-напросто его не видим из-за обилия освещения, так называемое световое загрязнение. Но если вы находитесь за городом, то вполне возможно. Это, кстати, может людей, некоторых людей пугает, потому что им кажется, что где-то это сплохи далёкого пожара. Цвет ведь тоже меняется. Он может быть зеленоватым, а может быть такой малиновый. Что вызывает тревогу людей. Не нужно бояться. Ну, вот это мы немножечко вернулись к прошлой теме. А если говорить про расслоение общества и то, что действительно ли автомобиль может стать средством роскоши и на чём вообще передвигаться людям, если объявлен такой, я понимаю, крестовый поход против автомобилей с внутреннего сгорания. Во-первых, нужно сказать, что с одной стороны людям действительно на чём-то нужно ездить. И если человек живёт где-нибудь в глубинке, ему даже там за 10 километров на велосипеде, особенно, знаете, зимой, будет очень проблематично кататься. Тем более, если либо он ребёнок, либо пожилой человек. Это раз. То есть, получается, что тогда для компенсации нужно было бы вводить какие-то, кстати, как в Финляндии дискуссия есть, может быть, вводить талоны на топливо. Если будут повышения цен, то для тех, кому надо ездить, то вот им талоны давать. Есть какие-то другие варианты, да, но дело всё в том, что сначала кажется, что всё очень просто по наезженной колее. А давайте-ка мы налоги повысим, и вроде бы налогов будет больше. Очень большие сомнения. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, я Владимир, за рулём. А почему машина станет дорогим средством перемещения? Смотрите, я сейчас еду на строительном бусике. У меня страховка в год 500 евро. Эксплуатация дорожных налог 500 евро, это уже тысяча. Официальный техосмотр, когда я прохожу, я за неё плачу тоже 400. Это полторы тысячи евро, я плачу просто одних налогов за одну машину, не считая лизингов, ремонтов и прочих вещей. Это уже безумно дорого. Я не представляю, куда ещё дороже. А с точки зрения пересадиться на экологический чистый транспорт, в максимум мире должны быть субсидии. То есть надо посмотреть, кто у нас больше всего едет. Например, маршрутки. Давайте маршрутки переведём на зелёную энергию, но государство пускай выделяет субсидии. А не прикладывает это как бы на налогоплательщиков. У нас же есть деньги на танки. Почему нету деньги на зелёную энергию, на хорошие машины для наших лёгких? Странная логика такая. Вот в чём-то и дело. Возникает, конечно, сразу вопрос. И я абсолютно уверен, что сейчас, когда дело дойдёт до дела, и начнутся вот эти самые дискуссии, то представители очень многих политических сил тоже выскажут вот это же самое соображение. А что вы собираетесь делать с нашими крестьянами? Решили совсем это всё зарезать? Поэтому, мне кажется, само предложение и даже обнародование этих мыслей, оно, прямо скажем, недальновидно. Потому что взять и сказать, что мы собираемся вот пойти по такому пути, ну, это просто-напросто пугает людей. С одной стороны, мы говорим о том, что хорошо, чтобы люди возвращались домой в Латвию, а с другой стороны, мы говорим о том, что, ну, знаете, через пять лет, если у вас нет определённого толстого кошелька, то вы даже на машине не поездите. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы приглашаете в очередной раз интересного человека. Раньше я вырос на научно-популярной, по привизионной литературе, журналах, знания силы, там, квант, техника молодёжи. И у вас гость, который очень близок к меня, и вот манера представления, очень интересен. Хотелось бы сказать другое, что вот по месту насчёт транспорта, чтобы мы бы покинули бы ухудшающую атмосферу транспорта и средства, нужно давать альтернативу сначала, а не просто повышать налоги, неизвестно куда, особенно у нас в Латвию ходящие. Поэтому я думаю, что сначала надо ожидать подешевления электротранспорта, в крайнем случае. Тогда уже что-то требовать, или что-то налогами способствовать при включении людей на другой вид транспорта, чтобы пересели. И согласен с предыдущим звонящим, что правильный вопрос, что сначала надо общественный транспорт, который ездит значительно, очень много переводить на это, и насчёт субсидий, он прямо в точку. То, что хотел бы сказать, высказал. И по поводу повышения налогов. Но из этих меня, да, платить, наверное, надо, понимая, что мы приносим рет. Но самое главное, что у нас, куда уходят эти деньги? На экологию. Вот чем всё делать. Суденаправленной траты не будет. Вот проблема, на мой взгляд. Спасибо, понятно. Ну, то есть, большие сомнения, что эти деньги не пойдут на просто зарплаты чиновникам, собранные они целевым способом. Ну, и вопрос действительно странный. Как люди, мы сейчас жалуемся, что люди в регионах, им достаточно тяжело живётся, они пытаются всячески переехать, покинуть совсем депрессивные места проживания, и это приводит к ещё большему схлопыванию эффекту, уменьшается количество населения, уменьшается, оптимизируются школы, больницы, и если ещё не будет возможности у людей передвигаться, ну, на личном транспорте, вот человек заболел, что ему делать тогда, если он даже не может добраться, у него не будет транспорта, и он куда-то выбраться в центр? В том-то и дело, ведь есть хорошая поговорка, сытый голодного не разумеет. Я был поражён, это, кстати, ещё было несколько лет назад, когда человек, живущий в одном крупном европейском городе, вдруг его удивило возражение, что, например, на отдалённом хуторе просто-напросто нельзя поставить высокомощную скоростную электрозарядку для электромобиля. Почему? Там же есть электричество. Возражение о том, что туда тогда нужно протянуть и специальный кабель высоковольтный, его очень удивило. На самом деле нужно отметить, что зарядка электромобилей – это вообще не такое простое дело, которое кажется людям далёким от электричества. Ну, просто как смартфон, да, я воткнул. Да, но смартфон и компьютер – это маловольтное, низковольтажное оборудование. Там низкие токи, низкое напряжение. А вы представьте себе, когда разговор идёт, посмотрите вот на эти зарядные станции, какой толстенный кабель идёт от станции вот к этой, к вилке, да, такой вот потолще, чем шланг для бензина. Всё почему? Потому что нельзя его сделать тонким, он просто-напросто сгорит, расплавится. А тока, который идёт, будет идти по этому кабелю. Это что означает? Это означает, что если, вот, например, у вас стоит дом, и вы поставили там несколько автомобилей одновременно заряжаться, то просто-напросто у вас не будет электроэнергии. А сеть, нерассчитанная на такой электропоток, она просто автоматой её отключит. То есть, получается такая интересная вещь, как нормирование электрической энергии. И ещё один нюанс. Как-то как раз вот в эфире Болткова мне уже, наверное, пришлось беседовать с руководителем ассоциаций, по-моему, это называется продавцов топлива, я не помню на точное название, была очень интересная беседа, и там вот как раз зашёл разговор о том, а можно ли на бензозаправках продавать ещё и электричество, условно говоря, поставить вот эти вот электрические колонки. Ответ был – поставить-то можно. Но вопрос следующий – как быстро люди смогут заряжаться? А раз вопрос – как быстро заряжаться, то как туда подвести электроэнергию необходимой мощности? Сейчас всё чаще и чаще говорят о том, что да, мы бы с огромным удовольствием поставили бы такую зарядную станцию, только где мы электричество возьмём? И ещё один момент. Стоит вспомнить, что ведь бензин, дизель, газ, они облагаются акцизными налогами. Это важный источник дохода государства. Мы заливаем в бак бензин, который не стоит сам по себе столько, сколько мы платим. Так вот, что любопытно. Если исчезнут, уменьшится этот уровень дохода, государство же опять начнёт смотреть, где ему как скомпенсировать. И нет никаких сомнений, что налогом обложат электричество. И вот теперь, так сказать, все апологеты о том, что электрический транспорт, он очень дешёвый, они тоже могут столкнуться с тем, что «а как нам теперь зарядить нашу электрическую машинку?» Это кажется слишком дорого. То есть, в принципе, вопрос сначала должен идти о дискуссии, какие есть варианты у нас. И я думаю, что нахрапом здесь ничего сделать не получится. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Всё это очень правильно, всё очень хорошо. Я тоже за экологию молодцы и так далее и тому подобное. Но, во-первых, это никто, честно говоря, не скрывает. Говорят о том, что вся эта экологическая история про то, что переходим на электрические автомобили, это фикция. Потому что, да, человек покупает электромобиль, вроде бы он не делает никаких выбросов, не загрязняет окружающую среду. Но при этом экологи, точнее, не экологи, а экологические активисты, что экологи, это немножко всё другое, не говорят о том, как производятся технические батареи, как производятся те же самые автомобили. Всё то же самое. Загрязняется всё ещё, честно говоря, даже больше, чем при производстве других, потому что достаточно сложная и химически, скажем так, химически сложная производство те же самые лития и всего остального, и литиевых батарей, и литио-ионных. Да, и опять же, да, я поддержу, конечно же, предыдущих звонивших. Давайте для начала предложим людям альтернативу, предложим людям возможность попробовать, что это такое, и дальше тогда уже дискутировать в обществе о том, стоит ли вообще об этом разговаривать дальше. Удачи. Кстати, в защиту чиновников я хочу сказать одну вещь, что дело всё в том, что наши местные чиновники, они же ссылаются на то, что Латвии грозят у крупные штрафы за неисполнение директив, как они называются, регулы Евросоюза, которые направлены на сокращение выбросов СО2, углекислого газа. Первое, по-моему, 15% сегодня Евроньюз напоминало, что на 15% нужно, по-моему, к 2025 году сократить выбросы, и дальше вплоть до 45% в следующее десятилетие. Но вопрос следующий, если мы это не выполняем, то, значит, в этом случае на нас будут возложены штрафы, и эти штрафы размажутся как бы на всех, и тех, кто ездит на машинах, и тех, кто не ездит на машинах, что тоже несправедливо. И они предлагают вот такой простой выход из ситуации. Ну, по крайней мере, пока об этом мы так слышим. Но тут, мне кажется, что нужно учитывать, что на самом деле учитывать нужно ещё и баланс. Дело всё в том, что чем больше у нас будет лесов, причём лесов растущих, это очень важно, то в этом случае будет рассчитываться баланс выбросов и баланс, так скажем, поглощения углекислого газа, и он станет более выгодным для нас. То есть, по большому счёту, можно сказать так, если ты здесь хоть что-то срубил, то ты должен хотя бы в два раза посадить новые деревья. То есть, должна быть какая-то вот такая программа. Мне кажется, что программа «Сделаем Латвию ещё более зелёной», «More green agenda», как-нибудь вот так, то это тоже была бы очень важная вещь. И я думаю, что никто бы не отказывался, допустим, принять участие в каких-то таких программах. Но действительно ведь, прежде чем ты собрался человека обобрать, ну, предложите ему хоть что-нибудь, может быть, отработать. Ну, вот альтернативный взгляд нам Виталий пишет. В СМС в Старой Лиге есть педальный автобус для туристов, 20 человек крутят педали. Это наше будущее Латвии. Ну, то есть, вот, как вариант, я понимаю, педальных автобусов, где как грипсы на галерах начинают все... Если идти по пути таких известных оголчелых экоактивистов, то можно сказать, что когда ты крутишь педали, у тебя усиливается дыхание, усиливается твой энергообмен, и ты выбрасываешь больше углекислого газа в атмосферу. Не будем забывать, что мы каждую минуту вдыхаем-выдыхаем по несколько раз и выдыхаем именно тот самый углекислый газ. Как говорил Райкин, вдохнуть каждый хочет кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость. Но не нужно забывать, что углекислый газ – это еда для растений, для растений, и именно в тот период их активного роста. Поэтому, если будет мало углекислого газа, я как геолог могу сказать, что это очень интересная вещь, поскольку... Ведь когда мы говорим «сжигаем уголь», что такое уголь? Уголь – это чистой формы углерод, который в своё время был в атмосфере нашей планеты. Но огромная масса хвощей, папоротников, плаунов, которые росли в каменноугольном периоде, они просто высосали этот углерод из атмосферы в форме углекислого газа, обогатили атмосферу кислородом. Почему тогда могли летать огромные стрекозы в полтора метра крылья? Да потому что содержание кислорода в атмосфере было повыше. Им дышать-то было легче этим насекомым. И вот это всё, вот тот самый углекислый газ прошлого, который мы сейчас, так сказать, потихонечку выпускаем назад. Но опять-таки хочу вернуться к этой вещи. Не вырубайте, не губите, мужики, не рубите. Выращивать надо. Я обоими руками за решение, которое я разговаривал с одним специалистом по биологии и леса, который говорил о том, что есть самые разные решения, связанные с новыми деревьями, новыми сортами. Мне кажется, начинать надо с того, чтобы действительно что-то посадить, прежде чем обложить. Мы продолжим эти беседы об экологии и климате уже на следующей неделе. Константин Рангс сегодня был в студии. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова